Приветствую вас! Как мне показалось из вашего сообщения, основная проблема заключается в том, что вы испытываете сложности без своего мужчины. Вы говорите, что вы пытались расстаться с молодым человеком, но вам без него очень сложно. И вот как раз таки в этом мне и видится основная проблема. Почему вам без него сложно? Почему вы не можете расстаться с ним? Ведь совершенно очевидно, что мужчина разрывается между вами и другой семьей. И даже если он будет с вами, то все равно, скорее всего, у него будет постоянное чувство вины и так далее. Это первый и, на мой взгляд, самый важный момент. Дальше. Дальше. Что я вам хочу сказать дальше. Значит, следующее – это то, что вы выбрали себе женатого мужчину. Вот здесь, конечно, тоже требуется, на мой взгляд, как-то вот определиться с кем, значит, почему вы выбрали себе женатого мужчину, чем вы руководствовались при, ну, при осуществлении своего выбора, скажем так. Потому что, ведь вы выбрали женатого мужчину, думать мне не просто так и чем-то ваш выбор был обусловлен. Вы пишите, что встречает женатого мужчину, но его женат идет второго ребенка. То есть, вы начали встречаться с женатым мужчиной до рождения, до того, как она стала ждать ребенка. Или как? Вот вы постарайтесь вот этот момент пояснить, потому что он, на самом деле, очень важен. Понимаете, если мужчина до того, как вы стали встречаться с ним, вместе с своей женой, начальством второго ребенка, то это говорит о том, что, ну, как минимум, у них, знаете ли, не так уж много проблем у них. Как это, опять же, конечно, видится мне. Я хочу сказать, что вполне возможно, вполне возможно, что мужчина, вообще-то говоря, думает не совсем о вас. Вообще-то говоря, мужчина пытается решать свои проблемы какие-то, вот. То есть, у него есть какие-то проблемы, да? Понимаете, надеюсь, о чем идет речь. И вам вот именно в этом контексте нужно подумать как следует на самом деле. Потому что, вот, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, как вы ситуацию описываете, не очень понятно, хочет ли мужчина быть с вами, именно с вами. Или не хочет ли мужчина быть с вами. То есть, на мой взгляд, вот эта вот ситуация, она не ясна. А прояснить ее нужно. Как можно, как можно лучше нужно ее прояснить. Потому что вам будет довольно тяжело, если вы, ну, вот так и будете, значит, ну, если вы так и будете ждать его все время. Я надеюсь, что этот момент вы тоже обязательно для себя как-то обдумаете. Далее. Вы говорите, что, помогите мне, пожалуйста, значит, ну, подскажите, как мне себя вести, как мне поступать. И здесь, к сожалению, тоже важный момент. Здесь, к сожалению, тоже важный момент. Дело в том, что мы за вас не можем решать эту проблему. И если вы не знаете, как поступать, то, получается, у вас проблемы с уверенностью в себе. Проблема с жизненными ориентирами, может быть, которые, кстати говоря, и спровоцировали тот факт, что вы связаетесь, собственно, с женатым. Мужчиной как раз. Может быть, именно это и спровоцировало данный факт. И тогда, прежде чем вам решать, что делать, прежде чем пытаться сделать выбор в отношении данной ситуации, необходимо разобраться в себе. Чего вы хотите сами. Что вам нужно, опять же, самой и так далее. Я думаю, что именно это является одним из самых главных моментов. Поэтому, на мой взгляд, необходимо все-таки решить сперва, что для вас самой важно, что для вас самой ценно. Понимаете? Потому что вот то, что вы говорите, то, что вы рассказываете о том, что вам нужна помощь в том, чтобы мы подсказали вам, как поступать в этой ситуации. Это будет всегда о том, что у вас полный раздрай. Я допускаю, что, может быть, вы спали взять зависимость от своего мужчины, тогда от своего мужчины и тогда нужно, конечно, из зависимости выходить. Тогда нужно, конечно, из зависимости что-то делать, избавляться от нее и тогда уже будучи в здравом уме, в ясности, так сказать, пребывая в ясности, вы тогда уже можете делать выбор. А пока, естественно, вы находитесь вне свободы определенной, и я думаю, что какого-либо выбора вам сделать, ну, мягко говоря, будет... Какой-либо выбор сделать вам будет сложно, очень сложно. Вот. Я думаю, что вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что прояснил вам довольно мало. Понимаю, что вам, наверное, наверное, вам хотелось бы больше, хотелось бы большего прояснения, но постарайтесь понять, что тогда все запутанное достаточно, и нужно все-таки в первую очередь понять, что же именно с вами происходит в первую очередь. Что заставляет именно вас вот это все терпеть, и что заставляет именно вас позволять мужчине ставить себя не на первое место. Вот. Вот мне думается, что если вы ответите себе на эти вопросы, то вам будет куда проще, значит, уже видеть ситуацию более... более-менее реалистично. Потому что если мужчина, когда вы встретили женатого мужчины, да, если мужчина не хочет уходить от своей жены, если он не ушел от нее в первое же время, как он вас встретил, значит, он уже не уйдет от нее. И тот факт, что вы находитесь с этим мужчиной в отношениях, говорит о вашей личной, так сказать, пристрастности в данном случае, субъективности в данном случае. То есть, вами видит некий психологический, я бы сказал, конфликт. Это может быть комплекс, это может быть неуверенность в себе, это могут быть какие-то страхи, негативные сценарии и так далее. Но с этим нужно разбирать. По крайней мере, я думаю, что вам с этим мужчиной как минимум на год нужно расстаться, сказать, что ну хочешь помогать им, помогай, это твое право. Я не собираюсь себя ждать, вот если через год ты хочешь уйти от нее, уходи, но не ко мне, а просто уходи. И тогда посмотрим, где я буду через год, может быть я уже буду замужем, может быть нет, посмотрим. Вот так, это справедливо, по отношению к вам. И вот, как бы, то, что вам будет мешать, так поступить, и есть проблема. Ну, это все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!